Доброго времени суток, дорогие друзья! И вот тут, видите, дождик с самого 1703 года, а кому-то хочется от него укрыться, и для этого построена преисподня, и вот один из ее порталов, только с обратной стороны. Кстати, да, я ссылочку оставлю на свою телегу, так что видосы будут не только в тубике, но еще и там. Так что для тех, кто не хочет заморачиваться с VPN, заходите в мою телегу и смотрите там, хоть с компа, хоть с мобильника. Ну что, давайте осмотрим один из ходов преисподня. Впрочем, почти весь 2016 год вся эта станция находилась в ремонте. Ну вот тут ее отремонтировали, посмотрите, какое тут мозаичное биполярное расстройство. Ого, да, какие-то даже не советских, а царских времен заводы выполнены такими пикселями, размером где-то 2 на 2 сантиметра. Впрочем, многие заводы в этой округе рвут на пиксели для того, чтобы там построить очередной живой комплекс. Ну а вот такой вот скромный советский антураж. Ооо, ну и, конечно, штурникеты и так далее. Ну вот я сейчас начинал с выхода, но мы сейчас пойдем на вход. Дорогие друзья, разрешите обратиться. Огромное спасибо и хороших заработков тем, кто поможет любой копейкой на все, что хватит. Помочь можно по номеру плюс семь три девятки восемь шесть девять девять пять девять один. Банк на ваш выбор. Вот посмотрите, какой тут тротуарчик на проспекте Елизарова. Знаете, мне кажется, что легендарный большевик Марк Тимофеевич Елизаров был бы в шоке от такой конструкции. Только непонятно в каком. В позитивном, в негативном, а может два в одном. Смотрите на эти полосатые столбы. Почему-то обычно делается в два цвета, а тут почему-то в три. Причем какие? Ну, знаете, это же такая аналогов нетик, что ли. А вот здесь нас ждет сюрприз. Смотрите как. Все освещение почему-то наверху. Ну, это было после ремонта сделано. При этом для особо пьяных граждан стоят рекламные щиты. Зачем? А очень просто. Чтоб если вы вот так вот отвалитесь, то рекламный щит вас обязательно разбудит. Точнее его опора. А вот камеры. Ну, конечно. Эти опоры не дадут вам забыть, что вы на эскалаторе, если вы свалитесь. А вот эскалаторы тут ретро. Ну, или по крайней мере в стиле ретро. В таком советском стиле. 60-х, 70-х годов. С пластиковой окантовочкой. Ну, тут был ремонт. Не говори глупости. Какие глупости-то? Вот пункты всякие сделают. Смотрю. Ха-ха-ха-ха. Любой ерунду на пляже. Ну, тут меня немножко покритиковали. Ну, ничего. Это я все уточню. Вот видите, как отделали балюстраду. Ну, это старенький добрый авиаль. Это не ржаво. А вот здесь чистая железяка оцинкованная. Как так? А это чтобы при возгорании авиаль не плавился. Железо-то оно не плавится. В отличие от авиаля. Ну, как прочим, и не ржаво. Что, мы уже почти внизу. И знаете, кто-то, наверное, со скуки уже пишет последнюю смс-ку. В надежде на то, что его попросят отойти от края платформы, которого здесь нету. Ну, что ж, на заметку всяким критиканам, да и зрителям. Станция Елизаровская открыта 21 декабря. День рождения самого милостивого государя. Только уже после его смерти, в 1970 году. И находится она на глубине 62 метра. А вот какие специалисты над ней работали. Да, это легенды метростроя. Впрочем, блин, метрострой эту станцию и построил. Иосиф Иссарионович, к сожалению или к счастью, не застал открытия к своему дню рождения. Ну, здесь, конечно, все по классике, ничего особенного. Часы, которые, наверное, отсчитывают время до вашей смерти. А тут все прямо, как на Василиостровской, но с небольшими изменениями. Вот на эту авиалевую решеточку, видать, и Марка Тимофеевича прикрепили, и еще несколько большевиков. Прям с винтовочками, да гранатами. Вот, ну, впрочем, отчасти благодаря их работе. Вообще, метро существует. И вот, посмотрите, вот сюда. Вы не поверите, но это медь. И как ее еще не сдали в металлолом, да в таком количестве не открутили. Просто представить даже трудно. Но факт остается фактом. И вот, видите, тут уезжает поезд, который везет кого-то куда-то. И вот, наконец-то, я и сам скоро уеду. А пока что полюбуйтесь с этими лавочками, на которых, казалось бы, так мало. Но иногда на них можно присесть. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. А если уж очень понравилось видео, ну, что ж, посмотрели сами, передайте другим. Буду очень признателен за репосты. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok